здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая мы снова вместе и я вас кажется уже достала до печени но сегодня завтра послезавтра и еще может быть 2-3 дня тема будет лук приготовьтесь если хотите вырастить его хотя бы вот таким не слышу ваших комментариев но я на то их вижу на ютюбе иногда ваши комментарии просто меня не просто на лопатки укладывают а вообще с ног сносят но вы молодцы что пишите я очень рада я с удовольствием с вами общать общаюсь и буду отвечать на любой ваш вопрос значит почему речь зашла снова о луке я очень хочу помочь вам пройти этот путь подготовки посадочного материала лука севка вот знаете пошагово так чтобы вам было просто и понятно чтобы вы даже не записывая запомнили все чего же он от нас хочет так ну посмотрите на этих малышей они же еще только в стадии как бы подростковым но им очень хочется стать вот такими чудесными луковицами конец января они прекрасны они такие крепкие у них нету никаких признаков ни заболеваний ни вредителей так как этого добиться все таки а теперь с самого начала и неважно купите вы в магазине этот лук но пожалуйста хотя бы за 3-4 недели до посадки почему сейчас поймете значит лук севок имеет несколько фракций про них я рассказывать не буду ваша задача выбрать такой у которого ну в размер его как это радиус называется да короче давайте по-русски вот ширина этой луковицы не должна превышать 2 2 и 4 десятых сантиметра такая фракция нас устроит потому что именно из нее вырастет очень хорошая луковица если еще отбор лук луковичек вот меньше чем сантиметр эта фракция называется овсюшка обычно те кто выращивает фермеры лук севок на продажу овсюшку оставляют себе потому что именно из него именно всегда вырастает шикарная вот такенная луковица но речь сегодня не о том какие фракции о том что мы выберем ту которую нам надо очень крупную фракцию только на зелень если вы хотите ее очень много а вот такая средняя чуть поменьше средний это все на луковичку значит что нужно сделать начинаем заметьте неважно осенняя посадка или весенняя вот запомните всегда все одинаково за две недели до посадки лука вы должны прогреть его от 8 до 10 часов на у источника тепла ну на батарею через вот такое толстое полотенце температура прогрева должна быть 40 45 градусов пожалуйста смерти градусником то место где будет прогреваться лук потому что если вы его сварите то тогда придется все это съесть но нам нужен посадочный материал закончив прогрев оставьте его в покое еще на две недели но за три дня до того как вы уже понимаете что на улице уже стала достаточно комфортная температура температура почвы достигла 10 градусов и пора уже и лук высадить а это может быть конец апреля последняя декада либо это начало мая первая декада помните что день святого луки выпадает по моему кажется на 5 мая так вот это тот день когда лука чеснок нужно обязательно высадить высеять перри садить там рассадить и так далее что нужно сделать далее посмотрите внимательно на свой сивок он у вас сухой аж звенит и у него чуть-чуть отошла свободная рубашка свободная рубашка вот она видите она свободно отходит от луковички что нам нужно будет сделать посмотрите внимательно для того чтобы лук пророс очень дружно и очень правильно нужно срезать ему сухие хвостики только сухие не касаясь посмотрите там уже зеленочка постарайтесь ее не нарушить только хвостики для того чтобы открыть перу выход из луковички видите вот только вот эту сухую часть этого достаточно скажите мне пожалуйста зачем чешуя у лука вот эта свободная рубашка так называемая как вы думаете конечно правильно конечно она нужна луку для того чтобы защищать луковицу все что у нее внутри сочные чешуя от болезней но как только вот эта луковичка либо это если вы на семена сайте разницы нет попадет в почву то вот эта замечательная чешуя начнет выделять вещество в почву которая будет препятствовать прорастанию луковицы и выпусканию корней и выпусканию пера значит что нужно сделать значит после того как вы обрезали ну варианта 2 на самом деле ну послушайте 1 обрезали этот сухой хвостик снимите пожалуйста всю чешую с лука да да мои хорошие а вы помните у меня есть масса сюжетов где я все время говорю а вот если вы почистите чеснок до избавите его совсем от рубашки он гораздо крупнее будет он гораздо лучше будет расти ну кто-нибудь внял моим советом нет а вот теперь вам это придется делать значит очищаем луковичку до абсолютно белой чешуи снимаем все чешуйки оставляем белую сочную здесь вот конечно остатки корешков но лучше бы вам их не трогать просто постарайтесь вот снять эти чешуйки но это чешуя продолжение белой значит могу значит предложить другой вариант вот сейчас после того как мы раздели лук да некоторые плохо раздевается но уж постарайтесь если хотите поучаствовать в моем эксперименте и он принесет стопроцентный успех я в этом даже не сомневаюсь но сначала мы замочим его замочим его в теплой воде это у нас три дня до посадки замочим в теплой воде на 24 часа на сутки и вот после того как мы его сольем воду и он у нас уже намокнет тогда чешуя очень легко снимется и вы посидите и попыхтите маленько чтобы очистить его от всех чешуй дабы а она ничего в почву не выделяла и не тормозила рост наших луковиц вот прогревание на батарее или около источника тепла даст нам очень хороший эффект вот обратите внимание я не призываю вас замачивать ни в каких абсолютно веществах и препаратах просто прогревание даст эффект мы избавимся от шейковой гнили мы избавимся от пераноспороза который просто забодал лук уже последние 2-3 года и обязательно избавимся от стрелкования лука но когда мы за три это за две недели до посадки до помните прогревание а вот когда мы за три дня за очистим его отстрижем хвостике замочим в теплой воде на 24 часа и это понимаете все очень замечательно но я бы в воду добавила вот в эту воду в которой лук будет находиться 24 часа либо максим либо фитоспорин либо глиоклодин представляете себе да какое количество можете добавить туда циркон можете добавить и пин но либо 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 то либо другое либо третье и 24 часа полежав в этой теплой воде слив эту воду вы например на следующий день поедете высаживать лука я вам даю очень хороший рецепт пожалуйста возьмите слив воду закройте эту мисочку закройте пленкой ну или поставьте в пакет с высокой завязкой и оставьте до утра желательно в прохладе и я вас уверяю что у каждой луковички проклюнутся корешки и чуть-чуть выдвинется зеленочка но почва температура почвы нам нужно не горячая и уж конечно не теплая температура почвы должна вообще-то быть 2 и 3 десятых градуса поэтому до 10 градусов температура почвы дошла все лук высаживаем однозначно и никаких но быть не может а вот что делать дальше и как его посадить методом который стопроцентно поможет с луковой мухой бороться и вырастить луковицу великолепную это уже в следующей программе и хочу вам сказать что у вас лук должен быть если не такой то гораздо лучше ну а на этом прощаюсь всего доброго и до свидания